Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Татьяна Сидоренко и сегодня мы с вами поднимем тему инстаграмных ногтей или ногтей, которые всегда идеально смотрятся на фото, длинное ногтевое ложе, красивая кутикула. Скажите честно, вы не устали от этого? Когда вы смотрите на такие работы, есть ли у вас чувство, что вы делаете что-то не так, что у вас не получаются такие ногти? И сегодня на примере моего клиента мы рассмотрим вообще, с какими трудностями может встретиться мастер маникюра и как работать с очень скрученной ногтевой пластиной. У нас был на видео мистик под номером 5, это самый любимый цвет моих клиентов, классический красный оттенок, также они любят еще, кстати, 55 и 11. 55 он больше вишневый, то есть чуть-чуть потемнее, а 11 это ярко-ярко-красный цвет, так что сохраняйте для себя, плюс у меня еще есть скидка по промокоду ТанюшаСи92 на сайте официальном мистик, целых 15%. Ну а мы с вами переходим к снятию, снимаем мы все практически в ноль, то есть до тонкой-тонкой подложки, и здесь хочу разобрать с вами случай, когда ногти настолько сильно скручиваются, настолько огромные большие боковые валики, что есть некоторая специфика работы, то есть есть небольшие секретики, как сделать так, чтобы такие ногти носились. Кутикула обычно у таких ногтей очень такая резиновая, большая, ее нужно просто приподнять, я это делаю вот таким вот полукруглым шабером от Silverstar, аккуратненько прохожусь и обязательно наношу присыпку, потому что такая кутикула хоть и смотрится сухой, но внутри на самом деле она очень чувствительная и даже немного влажная. Если честно, это единственный клиент, который при моем очень аккуратном и неглубоком маникюре может сказать, ой, Танюша, мне немножечко печет. А почему ей печет? Потому что у нее настолько грубая кожа, то есть настолько эти валики огрубевают, что когда я пытаюсь даже фрезой Торнадо, а я, кстати, сейчас работаю ей диаметром 23, когда я пытаюсь снять вот эти огрубелости, у нее грубая и чувствительная она одновременно. Поэтому для того, чтобы нам добиться желаемого эффекта, я беру фрезу Торнадо, она работает как вычищающая такая палочка и также я работаю на оборотах 20 тысяч, иногда понижая до 15 и стараюсь не задерживаться на одном месте. В принципе, конечно, я уже приловчилась, обязательно прочищаю вот эти вот местечки, где у нас как будто бы вырастает ноготь. На самом деле он не вырастает, потому что покрытие мы делаем всегда максимально невесомое, тонкое, аккуратное, то есть чтобы оно не давало лишнего давления и не провоцировало скручивание еще больше. Обратите внимание, сначала мы проработали все на форварде, когда мы работаем на реверсе, мы как бы толкаем кутикулу, то есть наша фреза всегда находится под углом относительно центральной оси пальчика. И также, видите, когда я шлифую, я постоянно перемещаюсь, то есть не задерживаюсь на одном месте, чтобы при силе трения не создать клиенту дискомфортных каких-то ощущений. Также, чтобы вам рассмотреть, для правшей это самый такой противный, самый сложный синус, это синус правый, можете развернуть немножко ручку. Если я нахожу какие-то отслойки, я могу их убрать при помощи пилки и также закончить уже процедуру маникюра, опять-таки же тоже толкающими движениями, без нажима. Забудьте, пожалуйста, не нужно никуда далеко пролезать. Вот насколько вы карман открыли, настолько мы и делаем с вами маникюр, то есть глубже мы фрезой не углубляемся, мы только фрезой подчищаем то, насколько мы открыли карман. Сегодня работаю достаточно бюджетными ножничками, они у меня просто попались в крафт-пакете, поэтому показываю вам их, они стоили порядка, наверное, даже 400 с небольшим рублей. Это ножницы тоже от Silver Star, они отлично срезают, у них немного широковато полотно по сравнению с моей любимой моделью, но вот с такой кутикулой они тоже отлично справятся. Посмотрите, кстати, им уже более трех лет, и они до сих пор у меня не были в заточке. Далее мы обезжириваем ногтевую пластину, делаем это два раза, я делаю всегда два раза, чтобы перестраховаться, и наносим каучуковую базу от Mistik. Наношу я базу всегда сначала тоненьким слоем, наношу кистью из флакона, потому что выравнивание мы будем делать этой же базой. И так как у нас ногти практически ровные, никакого супервыравнивания здесь делать не нужно, я беру небольшую каплю и просто вот таким вот образом спускаю вниз. Дальше ставлю кисточку на ребро и делаю выравнивание по центру ногтевой пластины. Ну а в боках я уже прорабатываю все тонкой кисточкой, чтобы не создать дополнительного объема. Если бы этот уголок у меня был у какого-то другого клиента, вот такой вот нехватающий, это кстати от того, что клиент держит ручку, всегда писал именно на этот пальчик с упором, ноготь вот так вот деформировался, то есть он у нас каждый раз такой. Но клиент категорически не хочет достраивать. Не знаю почему, девчонки, даже не спрашивайте, с некоторыми клиентами лучше не спорить. И я здесь просто делаю такое же выравнивание, и я знаю, что я буду убирать длину, и эта неровность у нас потом сойдет на нет. Разве что я могу чуть-чуть подтолкнуть сюда немножко базы. Обезжириваю базу и приступаю к небольшому опилу. Да-да, кстати, базу тоже можно пилить, так же как и гель. Тем более, что база у мистика на средней жесткости, то есть если вы ее немножко попилите, ничего плохого не случится. Плюс она не пилится какой-то там стружкой ужасной. Самое главное, что вы должны помнить, это то, что нужно обязательно снять липкий слой, чтобы ваша стружка не прилипла. И так же, если у вас какой-то затек, или вы где-то видите, что у клиента, например, неровно пальчик лежал, не бойтесь вы, можно обезжирить базу и так же ее попилить, как и гель. Естественно, смотрите, чтобы вы лишнего не спилили. И теперь главный секретик. Мы здесь выпиливаем форму а-ля квадрат-овал. Я такую форму называю та, которая удобна клиенту. Обязательно заводим пилку под ноготок, и от точки вроста до центра мы убираем уголок. То есть у нас это все сверху смотрится как мягкий квадрат, но я бы сказала, что это неправильный мягкий квадрат с точки зрения маникюра. Но если клиенту так нравится, то почему бы и нет? А вы как думаете, нужно ли придерживаться каких-то правил, или все-таки клиент всегда прав? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. И работать сегодня будем новым цветом, очень красивый светоотражающий цвет 170 DarkSide. Наношу его сначала в тоненький слой, чтобы у нас не было большого объема, из-за того, что этот цвет, конечно же, светоотражающий. Вообще клиент у меня абсолютно постоянен с выбором. Это либо молочный камуфляж, либо красный гель-лак. Но когда она увидела этот черный светоотражающий с просто миллионами разноцветных еще частиц, она сказала, давай попробуем черный. Если честно, я даже сама удивилась, потому что, знаете, когда люди привыкают к какому-то цвету определенному, они редко выходят за эти рамки и редко делают что-то новое. Но данный цвет ей понравился, поэтому делаем его. На первом слое я подкрашу под кутикулу. Также, точнее, если взять светоотражающий гель-лак, я бы, наверное, сказала, что я просто подталкиваю светоотражающие частички под кутикулу. И уже на втором, несмотря на то, что слой такой же тоненький, как и первый, гель-лак становится абсолютно плотный. То есть эти частицы укладываются в промежутки между друг другом и образуют абсолютно единое светоотражающее полотно. Также мы решили выделить один ноготок цветом B7. Это нежно-нежно лавандовый. Здесь у нас подложка витражная, но не пугайтесь этого. Когда у вас ноготок затонирован, то есть снизу у нас лавандовая витражная основа и очень-очень много блесток. Гель-лак такой светоотражающий блестит намного сильнее, нежели бы он был суперплотным, потому что блестки в суперплотном цвете теряются и как будто бы гаснут. Ластинг топом все покрываем в один тонкий слой. Здесь нам выравнивать абсолютно нечего. У нас так уже абсолютно ровная ногтевая пластина. И также ноготочки у нас коротенькие. Самое главное, мы с вами сделали все, что могли для того, чтобы эти ногти хорошо относились. Это нанесли хорошую базу. Тонко-тонко положили цвет. Сделали правильное выравнивание, небольшое, потому что ногти здесь и так ровные. И мы с вами немножко подпилили свободный край ногти. И обязательно завели пилочку под ноготок, то есть там, где ногти у нас как раз-таки скручиваются, там мы это скручивание убрали. Тем самым мы исключили возможность уголкам как раз-таки скручиваться. И последнее, что мы делаем, чтобы нам наш безымянный ноготок как бы соединить с нашим основным дизайном гель-краской без липкого слоя, мы рисуем маленькое сердечко. Я его рисую всегда дотсом, ставлю две точки практически рядом друг с другом и далее просто вытягиваю из них вот такие вот две запятые. Соединяю и получается всегда идеально ровное, одинаковое сердечко. Так как у нас гель-краска без липкого слоя, мы ее ничем не покрываем и вот такой вот результат у нас получился. Напишите, пожалуйста, что вы думаете о таких ногтях, стоит ли вам снимать такие мастер-классы на, так скажем, не идеальных руках, ну и было ли, конечно же, вам полезно. И посмотрите, как данный гель-лак смотрится при вспышке. Кстати, так он смотрится не только, когда на него попадает свет от фонарика телефона, но и также при определенном углу на искусственном освещении. На солнце эти лаки горят просто невероятно. Обязательно попробуйте. Ссылочки на материалы и на сайт Мистик я оставлю в описании под видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!